Ставьте, пожалуйста, улыбочки, что есть звук. Сейчас все будет, уже должно быть все. Так, как там ответ у нас повернуть? Хорошо. Так, пока вы ставите улыбочки, я ставлю запись. Сейчас уже все есть. У вас хорошее настроение, я вижу, да? Сейчас у вас будет еще лучше настроение, потому что вебинар очень необычный. Он до такой степени необычный, что сейчас я вас так зажгу, и мы откроем доселе невиданные перспективы нашего бизнеса, нашего развития и всего остального. Этот вебинар, наверное, сейчас будет бомба, которой очень давно не было, и мы очень быстро вырастим, и не только. Сейчас. Спасибо, девчонки, хорошее настроение, лето, все отлично, замечательно. Буду вас в конце ругать за конкурс, потому что у меня очень мало заявок на конкурс, и весь призовой фонд останется у директора, поэтому, что тоже неплохо. Шучу, но заявок, девчонки, мало на самом деле. Мальчики, девочки, и погода плохая. Но вот вчера Леночка умудрилась на Рец сфотографироваться даже в промежутках между дождями, поэтому тут это зависит от вашего желания, от вашего настроя. Да, некоторых погода не пугает, это очень здорово, потому что это ваш рост, это... а что такое грузится программка, температура? Ну, девчонки, понимаете, ребенок тоже может поспать пару часов, и вы за это время можете сфотографироваться. Оно все очень всегда решаемо, тем более у нас, дай Бог, чтобы все прошло у вас через пару дней, температурка, и все будет хорошо, и потом будет и хорошее настроение, и хорошее здоровье, и все будет просто отлично. И ничего вам не должно помешать это сделать. А почему у меня грузится долго программка записи, я не могу понять. Все. Поэтому на подготовку к конкурсу у нас полтора месяца. Вы что вообще, о чем мы говорим? Кто хочет участвовать, нет преград никогда. Так, все, старт, поехали. Сегодня уже поставила. Сегодня вас ждет такой сюрприз, о котором вы даже не подозреваете. Такое направление новое нашего проекта, любимейшего проекта «Моя карьера онлайн», и такого нет нигде. У нас уже запущен один потрясающий проект «Белнес». Кто его любит, кто получил результаты, кто его знает, ставим очень много восклицательных знаков и кричим «Ура» этому проекту, потому что он уникальный. На подобие него запускается еще один проект, о котором я вам все сейчас расскажу. Это будет еще круче. Почему? Потому что хочу на протяжении пяти минут еще сохранить интригу маленькую. Поэтому предвкушение действительно вебинар. Сегодня будет бомба, и мы ее запустим уже через месяц. Новички в проекте. Сейчас есть у нас на нашем вебинаре, кто пришел у нас первый раз. Поставьте, пожалуйста, улыбочки. Улыбочки, улыбочки. Уже прошли улыбочки на звук, а сейчас поставьте новички, кто первый раз. Отлично. Хорошо. Очень здорово. Вы попадаете в такое, знаете, какое-то зерно чего-то нового. Я вас приветствую в действительно сильнейшей команде «Рунета» в интернет-проекте «Моя карьера онлайн». Здесь идея финансовая, конечно, это деньги, это благополучие в каждую семью, здоровье, красота и благополучие в каждую семью. Основа финансы, которую вы видите на слайде, это от полугода до года для того, чтобы вы выросли до уровня директора и дальше. Наша миссия – помочь людям. Наш девиз – только помогай заработать людям, заработаешь сам. Это уникальная миссия сетевого бизнеса, бизнеса 21 века, где никто никого не будет переходить в дорогу, где ваш рост – это наш рост, где все подключено в этот эволюционный поток помощи людям, заработка, финансово, исполнения всех желаний. Поэтому, да, немножко надо поработать. И сейчас. У кого цель, как минимум, директор? Сейчас прошли банкеты, намечается банкет менеджеров. У кого цель, минимум, директор? Напишите мне, пожалуйста. Минимум. Я думаю, что у каждого сейчас человека в чате, который сейчас сидит на вебинаре, минимум, цель, директор. Да? И сейчас пару слов, как мы к этой цели идем. Все вы знаете, очень много вебинаров у нас, но тем не менее. Это наша первая ступенечка такого уже уровня статуса денег, когда их можно потрогать, пощупать, снять карточки, что-то купить. И сейчас мы с вами разберем, кто такой лидер. Это личность, которая имеет финансовый достаток. Да, естественно, да, потому что кто такой лидер? А, мы сразу думаем, да, люди богатые. Ну, хотя бы не богатые, но уже имеют финансовый достаток. Имеет успех и признание. Правда? Лидера всегда все знают. Знают много количества людей. Правильно? Имеет признание, успех, внешнюю харизму и красоту. Правда? Без этого никак, потому что мы идем на людей, мы идем на лидеров, мы идем на человека. Правильно? Блистает своим внутренним светом. Правда? Вот Ниночка у нас идеально подходит под это описание. То есть, директора, лидеры – это люди, которые сами себя сделают. Они себя не нашли, они себя реально сделали. И этот проект, который мы сейчас запускаем, он будет направлен на то, чтобы человек в течение трех месяцев школы красоты сделал из себя лидера, сделал из себя личность роскошную, цветущую, тияющую внешней и внутренней красотой харизмы. Вот эта цель школы – это не научиться делать матияжи, это не цель, там еще какая-то глобальная цель – внутри вырастить реально внутреннее ощущение лидера. Поэтому вот эта вот внутренняя такая подоплека, и этого нет ни в одном интернет-проекте, ни в одной фирме, ни в одной компании. То, что мы сейчас запускаем сейчас, это будет реально такая бомба, и вы вырастите, наверное, все будут расти за четыре месяца, как это сделала вот сейчас девочка в России. К секс-максу, к своему стыду, не помню, как зовут. Вот, письмо читала, историю читала, напомните мне, пожалуйста, потому что такая, я такая. Кто у нас вырос в проекте вот-вот за четыре месяца? Ага, и фамилию, пожалуйста, для того, чтобы мы знали своих лидеров еще раз, и еще раз, и еще раз. Спасибо, девочки. И теперь смотрите, почему у кого-то рост дольше, чем у других. Это такая дилемма, которая разбирается на многочисленных вебинарах, в разговорах, в чатах, в переписках, на всех-всех вебинарах по бизнесу. Правильно? Потому что образ жизни не совпадает с тем, как вы на самом деле хотите жить. И дело не в деньгах вообще, не в их количестве тоже вообще. То есть человек должен потихонечку перестраиваться на новый образ мышления, на мышление миллионера, на мышление человека, который ведет свой бизнес. Это не только вебинары по бизнесу. Точно так же, как на Wellness мы рассматриваем переход на правильное питание. Это ломка, потому что привыкли по одному жить много-много лет, и переходим на другой уровень образ жизни. Трудно, и поэтому привычка формируется в течение ста дней. Всегда у младенцев первые 100 дней говорят, тяжелый период, надо пройти адаптацию. Вот и так у нас на Wellness 100 дней, и здесь школа красоты в течение 100 дней, не меньше. Образ мысли, мышление, неправильные стереотипы, установки, деструктивные эмоции. Это такие, как зависть, злость, разочарование и все остальное. Внешний вид, образ, стиль и тому подобные вещи. Дело вообще не в деньгах. То есть это, опять-таки, у нас комплексный подход такой, и неограниченность в каких-то макияжах, бровях и всем остальном. Что мы делаем для того, чтобы вырасти на уровне директора как можно быстрее? Сначала меняем или вовсе искореняем все вышеперечисленное, и только потом вы начинаете много зарабатывать. Наоборот, не бывает. И для того, чтобы у вас было меньше ступоров, меньше неуверенности, меньше-меньше вот этого всего негативного, неправильного, деструктивного, запускается эта школа. Для того, чтобы опять в комплексном подходе вывести вас за три месяца на новый образ чувствования жизни, на новую «я». Я прекрасно понимаю, что у нас сейчас есть люди, которые профессионально, возможно, занимались визажом, макияжем, которые в этом отлично разбираются. По уходу за лицом, все вот эти женские и мужские вещи по уходу за собой, типа кожи и все остальное, возможно, вы это все знаете. Мы, значит, еще раз повторим, но я вам обещаю, гарантирую, что ни один человек после школы красоты не выйдет и скажет «Ах, я все это знаю!» Не будет ни одного такого. Поэтому некоторые знания вы повторите, но вы все равно обновитесь. А может быть, кто-то начнет с нуля. Итак, с чего начать? Здоровье – это основа человека. Все мы знаем, проект уже запущен, у нас Wellness кричит уже «Да!» пределами моей карьеры онлайн далеко. На весь Арифлей уже не побоюсь этого слова. Красота – это тоже несложно, чем мы с вами займемся. Бизнес-вебинары, которые идут у нас нон-стоп ежедневно, их достаточно уже до такой степени, что вот реально мы можем в несколько раз в день включить, послушать, пересмотреть записи. И только в комплексном подходе вас ждет успех, признание и быстрый рост. То есть будет быстрее. Вы вырастите на этой школе быстрее. И еще некоторые цитаты, которые тоже вас вдохновят на это все. «Нет ничего внутри, ничто не исходит оттуда, потому что все, что внутри, снаружи. Как мы выглядим, так мы себя и чувствуем. Это всегда так. Всегда то, что снаружи, то внутри. Иногда не совпадает. То есть я хочу выглядеть по-другому, боюсь, стесняюсь, не понимаю, как сделать, пойдет, не пойдет, стоит, не стоит. И вот эти вот внутренние разногласия. Хочу красный цвет волос. Получится или нет, боюсь. А у самой такой характер, темперамент, что реально это надо делать. И вот эти вещи, чтобы совпадало внутреннее чувство человека с внешностью, когда это совпадает, девочки, мальчики, вы живете еще круче, еще ярче краски, еще ярче вы себя чувствуете. То есть вот это вот внутри ваше чувство, ваш потенциал, он выражается внешне, макияжем, стилистикой, имиджем. Вы раскрываетесь, у вас уходят комплексы, у вас уходят неверие в себя, неверие в свои силы. И вот эти все оковы, которые сковывают ваш лидерский рост, они просто исчезают. И внутренний мир человека всегда находит проявление в его внешнем облике и особенностях поведения. Связь между внешними и внутренними чертами личности, как она проявляется, всегда ли оправдана. Там обязательно мы затронем какие-то психологические вещи, которые вам еще больше помогут. Люди издавна пытались найти связующее звенье между внешними чертами и психологией, то есть судьбой человека. Так появилась физиогномика, определение судьбы характера по лицу. Также науке о красоте, косметология, макияж, стилистика, мода, наконец, это все инструменты, красоты, инструменты для того, чтобы человек быстрее себя совершенствовал в каких-то других, более значимых вещах. Смотрите, да, по-разному выгляжу, по-разному себя чувствую. Посмотрите, да, есть разница? Просто, красиво, аккуратно, на левой стороне слайда женщины. И на правой стороне стильно, модно, классно. Как она себя чувствует? Вы можете вот войти внутрь состояния этого человека и посмотреть, как она себя чувствует. По-другому? Более уверенной, более раскованной. Я себе нравлюсь, я себя люблю. И остальным людям, конечно, она даст еще больше того, что знает сама в любой сфере работы. Потому что вот эта уверенность, она идет у нее изнутри. И, боже мой, девочки, ну это же деть несколько новых вещей. Какая-то сумка, другой макияж, прическа и все остальное. Два разных человека. На самом деле это настолько просто, настолько элементарно. Просто вот эти вот вещи вы узнаете на протяжении трех месяцев. Один раз в неделю вебинары, как вы у нас. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы привычка формировалась. Для того, чтобы вы смогли одевать на себя различные образы, когда вам это надо. Сегодня хочу так, завтра хочу так. Сегодня хочу спортивный костюм. Вы научитесь это делать. И у нас будет круче, чем в модных телепередачах о перевоплощении образа. Все мы очень любим эти передачи. Правда? Там, не знаю, по России у вас очень много. Начиная от можно модного приговора, заканчивая всеми разными-разными передачами. Давайте сейчас вспомним кричащие такие передачи по телевизору, которые девочки и мальчики любили смотреть. В основном девчонки, потому что они любили смотреть. Ну, вот, в основном девчонки, конечно. Не особо девочки я знаю, потому что сейчас у нас никто не смотрит телевизор, мы строим структуру. Я знаю. Но это было там год назад, два года назад. Все равно мы обращали на это внимание. Перевоплощение. Какая была, какая стала. У нас будет еще круче. Потому что онлайн. Потому что мы будем работать командой. Ну да, модный приговор это самое известное, что у нас было по телевидению. Ну, много ответвлений от этого всего. Потому что мы будем работать командой. Потому что целых три месяца кое-что войдет в привычку. Знания аргументируются, закрепятся. У вас будет очень много фото до и после. Будет очень-очень интересно. У вас будет точно так же. Вы будете вести дневники. Да, вот, снимите это немедленно. Да-да-да. В Украине шла, может, в России тоже. Да, много таких передач было. И как менялись люди. Как менялись внутренние. Как они устраивались на новые работы. Как налаживалась их личная жизнь. Сказалось бы, боже мой. Пойди в парикмахерскую, купи там пару платьев и все. Неа. Тут еще внутренняя работа, которая должна идти тоже не один вебинар. Потому что потом знания не факт, что закрепятся. Вы точно так же будете вести дневники. Они, возможно, будут не каждый день, не ежедневно, как wellness, как питание. Но они будут. У вас будут фото с макияжами. Вы будете делать их сами. Вы научитесь разным-разным техникам макияжа. И чтобы забегать вперед, пойдем постепенно. Красота начинается с ухода. Правильно? Это здоровье кожи. Это идеальный подбор средств Арифлейм, которых мы еще путаемся, которых мы не очень хорошо знаем. Я прекрасно понимаю, что можно строить наш бизнес в интернете без знания о продукции. Отлично на этом растут директора, да. Но все равно вы в этом бизнесе останетесь на всю жизнь. Не будем скрывать, да, если мы уже достигли уровня директора, то, конечно, мы отсюда никуда не уйдем. Нам тут отлично просто. И разбираться в продукции – это профессионально. Знать, уметь дать какую-то консультацию новичку – это профессионально. То есть можно так, но это более профессионально. Поэтому вы научитесь разбираться во всех средствах компании Арифлейм. Я с ними работаю уже три года. У меня есть что вам рассказать. За составы, за результаты, за назначения, кому подходит. Девочки, не забегайте вперед, пожалуйста. Мы должны провести один поток, посмотреть, как он пойдет. Я думаю, что это будет такая же бомба, как и велнос. Поэтому давайте не забегать вперед, идти по мере поступления информации. За уход вы будете знать все по типам кожи, по возрастным категориям, какие-то хитрости, какие-то такие вещи, когда мы смываем макияж, например, интимкой для понятно чего, и она не раздражает слизистую глаз. И вот эти вот мелочи, казалось бы, но это не мелочи, это наше существование в компании Арифлейм на протяжении дальнейшей нашей жизни. И нам должно быть здесь классно, комфортно, с идеально подобранной продукцией, и это профессиональнее работа с нашими дальнейшими структурами. Плюс вы же не забывайте, это товарооборот. А товарооборот тут будет просто сумасшедший. Это я уже так, знаете, есть такой смайлик, такой хихикающий. Вот я сейчас хихикаю и понимаю, что когда люди идеально, комфортно подобрали себе уход, косметику, стилистику и макияж, они отсюда никуда не уйдут. Им здесь хорошо, им классно, они не будут искать по другим компаниям, бегать что не так, например, бизнес строить здесь и покупать что-то себе в другой компании. Так некоторые делают, я знаю, потому что малая информация. Вот эта информация вся заполнит эти все пробелы. Проблемная кожа. Что с этим делать? Вплоть до каких-то, знаете, проблемных вещей, демодексов. Я дам вам свои секреты из предыдущего своего опыта работы. Я как косметолог 10 лет в этом борюсь, разбираюсь, и поэтому я вам дам все эти знания вплоть до проблемной кожи, купероза, демодекоза и вот этих всех вещей. Поэтому, да. Дальше, возрастные наши категории. Кому можно, когда можно, сколько можно. Это будет все за черный ирис, за белый трюфель, где они находятся, как они работают, за экологен, за нашу белую акацию. И сейчас вопрос на засыпку. Где у нас находится черный ирис, в каком креме, кто знает. Да, девочки, это вышивки. Это было мое хобби в декрете еще 10 лет назад. Сейчас некогда. Бархат, молодцы. Где у нас находится белый трюфель? Белый трюфель в каком креме? На слайде его нет, подсказываю. Белый трюфель – это гриб. Кто не знает? Ладно, ждать долго не буду. И акация. Напишите, где у нас находится компонент очень активный. Очень-очень-очень активный. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, акация, девочки. Ну акация, она просто делает кожу совершенной. Она очень активная. Тру перфект, правильно. Хорошо, белый трюфель у нас находится в диаманте. Диамант белого цвета. На слайде его нет. Возрастная серия 40 лет. Вот, поэтому нам надо разбираться. Все равно еще не все. Не все мы знаем. И уход за телом. Вернее, не и, а продолжаем. Уход за телом. Антицеллюлитная программа нагрузки от фитнес-тренера. Тоже у нас будет Олечка Паншина. Профессиональная балерина, фитнес-тренер, который ведет несколько вебинаров в Wellness. Она точно так же поработает и на школе красоты. Потому что красота без нагрузок – это тоже ненормально. Будут дыхательные упражнения, техники для людей, которые работают за компьютером. Антицеллюлитная программа, обертывания, как они делаются с нашей продукцией. Все о нашей продукции. И мы получим точно так же результаты по полной программе. То есть это еще плюс сюда же уход за телом. Хочу. Это хорошо. И смотрите, какие результаты я ожидаю от этого всего. Это на самом деле элементарно. Кто захочет, ну вот не будет стесняться делать фото прямо после ухода. Какие-то фото без макияжа. Может быть где-то бровки как-то. Мы будем смотреть уже, потому что первый поток. Мы всегда так аккуратненько, когда только что-то начинаем. Не сильно делаем обязательно такие вещи, потому что стеснение еще присутствует. Понятно. Но мы будем думать, как это делать. Все равно фото с различными техниками макияжа у вас будут. И я хочу, чтобы все результаты были вот такими. А это на самом деле элементарно. Это правильно, грамотно подобранный уход. Это ваш идеальный макияж, подобранный по типу лица. Уже не кожи, а по типу лица. И вы научитесь все это делать, я вам обещаю. Самое элементарное должна уметь каждая женщина. Правда? Скрыть недостатки, которые иногда любят появляться очень неожиданно. И уметь моделировать лицо. Вот это самая основа, которая, ну, просто это не обсуждается. Вы должны знать, как за три минутки выйти из дома, если вы куда-то спешите, бежите, если неожиданная встреча, нагрянули гости. Как это сделать так, чтобы вы через секундочку вышли из ванной комнаты конфеткой? Это делается при помощи моделирования лица. Это румяна. Что мы выделяем? Скулы. Мы выделяем щеки. Мы выделяем разные места в области щек. Что мы делаем? Как мы делаем так, чтобы мы выглядели просто идеально? Это три минуты работы. Если срочно на вебинаре подменить нужно. Вот, да! Это вот секунда дела. Это действительно так. Это что у нас? Тон лица. Ну, на вебинаре, ладно, он на камеру не так виден, но на людям, да. Тон лица, брови и моделирование лица при помощи корректоров. При помощи румян. Да? При помощи пудры хайлайтер, которая тоже моделирует лицо. Скрывает недостатки. Вот это основа. Подмахнули реснички, нанесли блеск. Все, вы звезда. Когда у вас тут смоделировано лицо, можно даже не делать макияж глаз. Да? Вы научитесь это делать. Каждый в своем стиле. Идеально вам подходящий. Дальше наша любимейшего тема. Ничего нет? Ничего в смысле из косметики или знаний? Знания не проблема, будут. Любимейшая наша тема на вебинарах уже несколько лет ведет Надя. Эти бестселлеры просто. Брови. Из косметики это тоже не проблема, потому что мы будем делать самый эконом вариант, начиная с эконом-варианта и заканчивая уже, конечно, бестселлерами. Джордани Гол. Будете знать, что покупать. Да, Ниночка, в десятку просто, да. Брови, оправа для лица. Это у всех, или, наверное, у 70% наших женщин это проблема. Проблема номер один или номер два, потому что форма бровей. Вы меняете форму бровей, меняется выражение лица. Как вы будете моделировать, тоже вы научитесь делать, возможно, даже различные варианты и идеально вам подходящие. Тут много говорить даже не надо. И у нас отличный набор есть для моделирования бровей. Мы об этом, обо всем с вами поговорим очень подробно. Вернее, Надя поговорит. У меня будет косметология и другие вещи. Научиться или дополнить свои знания. Как я могу выглядеть в разных ситуациях именно так, как надо мне, чтобы получить пользу по максимуму. Я же говорю, очень многие из вас это делают. Мы женщины, мы красотки, мы умеем это давным-давно. Но какие-то нюансы вы все равно себе возьмете, пригнесете и научитесь, ну, наверное, усовершенствуете свои знания еще больше. Смотрите, вам нравится? Это тоже, на самом деле, несложные техники макияжа, которыми вы сможете овладеть. Это очень просто. На самом деле, смоти айс и все остальные техники макияжа, это очень просто. Это нанесли тени, карандаш, растушевали и пошли. Это занимает 10 минут. И кто говорит, я не умею, для меня трудно, смоти айс, ай-яй-яй, это так все вообще невозможно и страшно. Девчонки, это занимает 10 минут. Мой макияж вот этими черными глазами, как я люблю, он занимает реально 10 минут. Не делала. Мастер-классы у вас будут практически каждую неделю от Нади, потому что это ее направление. Сейчас тоже, да, идем до этого. Идем. Идем, вот уже пришли. И, конечно, основа, профиль надежды, имидж, макияж, стилистика. По типу фигуры, по типу лица. Осень, зима, весна, лето. Кто разбирается в этих типажах? Очень давно был вебинар от нее. Типы женщин, да? Осень, зима, весна, лето. Что кому подходит? Какой цвет волос? Вы будете менять цвет волос. У каждой из вас будет своя подборка фото с различными техниками макияжа на разные случаи. Вот для этого мы заводим дневники. Заводим ваши дневники красоты, наверное. Будет не дневник успеха, а дневники красоты. Потому что школа красоты. Повседневная техника НЮ. Что такое техника НЮ? Это как раз пользование, умение пользоваться корректорами, умение идеально заштриховать морщины, если они у вас есть, и сделать себе идеальный тон и кожи лица. Повседневная техника НЮ, естественная. То есть это естественный макияж. Он с макияжем лицо, но его никто не видит. Он сделал настолько искусно, настолько изысканно, что в жизни никто не скажет, что у вас там есть тональный крем. Как это делается, тоже вы узнаете все. Слои пигментации выведем тоже. Отлично работает у нас крем Арифлейм с пигментацией. Корректором. Деловой макияж вечерний праздничный. Все эти фото, подборка ваших собственных фото с макияжем будет у вас в ваших дневниках красоты. Хотите научиться легко играть своими образами, если вы того захотите. Различные техники макияжа, стилистические нюансы в одежде, целостные разные образы. Пользоваться этими знаниями или нет, но постоянная основа – дело абсолютно индивидуально. Но вы должны уметь это делать. Не за горами форумы, банкеты, конференции. И вы должны предстать в выгодном цвете. Еще знаю, что у нас обсуждается, ну знаете так, не в чатах, а за глаза. Бывают такие вещи, что вот директор не умеет одеваться. Там бывали такие вещи, я знаю, слышала. То есть, девочки, вы не имеете права это допускать, позволять. Когда вы выезжаете на какой-то форум, вы не имеете права выглядеть так, что вам не идет. А женщины по большинству своему, они разбираются в моде. Они знают, что, как, почему, зачем. Идеально подходящая цветовая гамма. Есть еще врожденное чувство вкуса у людей. Иногда его нет. У меня его нет врожденного, честно вам скажу. Я себя делала, меняла, искала. Врожденного нет. Мне, если честно, вообще, как и что, я люблю спортивные костюмы, мне отлично. Но когда деятельность публичная, вы работаете на камеру, вы работаете с людьми. И надо, ну надо, просто надо. Если бы вы там пекли пирожки, работали в серии, например, какой-то другой, ну пожалуйста, одевайте, одеваем рабочую форму, идем, работаем, мы отличные кулинары. Но мы работаем в индустрии красоты. На нас идут структуры. Мы становимся директорами. Мы не имеем права плохо выглядеть. Вебинары, да, у нас видно лицо все. Но банкеты, конференции, длительные остальные мероприятия, вы должны быть звездами. У вас работа такая, профессия такая, звезда. Хотите? Хотите такую профессию? Значит, надо немножко подучиться и сделать реально это идеально. Потому что потом золотые конференции, международные, бриллиантовые, и все это не за горами. Поэтому это, ну, хотите, не хотите, это надо. Теперь взяла на себя смелость несколько образов девчонок взять. Я думаю, они не обидятся, потому что они никого не компрометируют точно. Наоборот. Смотрите, Инночка Татарникова, которая прошла у нас курс wellness, получила классные результаты, во-первых, по правильному питанию, похудению, и во-вторых, это стилистика. Честно, мы работали с сыном индивидуально, и, ну, не буду ничего рассказывать, просто вот вы видите уже по фотографиям, что было и что стало. Совершенно другой человек. Искрится улыбка, радость. Вот этот цвет изнутри. Вы чувствуете вот этот цвет изнутри? Я чувствую, прям он идет от экрана у меня. Да? Ну, и это цветовая гамма, это важно. Это на самом деле важно, потому что, ну, черный, он так, просто черный. А когда подобрана идеально цветовая гамма, тон волос, это супер, это реально супер. И вы все будете звездочками. Некоторым вообще не надо будет кардинально меняться. Вообще, даже там что-то портите и что-то там, не знаю. Но вы все равно какие-то свои нюансы принесете. Возможно, внутренние, и это уже будет очень здорово. Теперь Женечка, я же не могу без нее. Это самый яркий пример перевоплощения. Во-первых, тоже после серии курса Wellness, группы поддержки Wellness закрытого потока, она хорошо скинула вес на правильном питании. Да? Видно? Видно, видно. И смотрите по стилистическим вещам. Девочки, я знаю, когда вы становитесь директорами, это идет само собой. То есть начинаются там салоны, позволяют деньги на это все, там какой-то имидж, какие-то фотосессии. Да, но они разовые. Вот вы заплатили деньги, вас сделали там, вас в каком-то классном образе. Вы выставили там фотки, научились это делать. Но это... Жень, сейчас не про тебя говорю. Вообще. Вот мы пользуемся услугами там стилистов, визажистов, имиджмейтеров. Да, нам сделали образ на вечер. Ну, мы заплатили деньги и до свидания. Мы там запомнили, как это делается, что мне идет, там где-то привнесли. Но это настолько вот так вот, грамулечка этих знаний. На этой школе вы получите все эти знания, которые только есть там у меня, у Нади, у Оли, просто так потоком. Поэтому это гораздо более полноценное. Вы сами научитесь это делать. Я очень редко хожу в парикмахерские. Я маникюр делаю сама. Я трачу минимум денег на это все. Макияж и делаю сама. То есть это экономия, это вот реально знание. Я знаю, в каких ситуациях, мне как так надо сделать, чтобы я хорошо выглядела. Иногда лень, иногда не лень. Но это просто должна знать каждая женщина. Так, идем дальше. Перевоплощение. Ага, худенькое. Теперь наша Женечка Жарикова. Смотрите, на левом слайде она с красным деревом. Наша краска, рефлейм, волосы, платье, да? Живенько, красиво, ярко, весело. Вот такой вот веселый, жизнерадостный, классный, яркий образ. Радость это. Радость от уровня, от статуса, от вот этой ступеньки. И смотрите на левой, на правой стороне слайда. В черных волосах синяя. Здесь образ идет, знаете, более утонченный, стильный, дорогой. Вот она дорого, эффектна. Молодо, дорого, эффектно. Да, три волшебных слова. Она выглядит на левом. Да, солидный. Ну, даже, может, не солидный. Ну, для вас солидный, хорошо. Эффектно, дорого. Вот это вот мои какие-то словосочетания такие, которые идеально сюда подходят. То есть это уже, ух, это уже, ну, вот так вот, с гораздо вытонченным уже вкусом. Согласны? Я не скажу, боже, упаси, что там на левой стороне слайда хуже. Нет, не хуже. Он веселее, он жизнерадостнее, и он такой бесшабашный, накрученный волос, такая, ааа, директор. А здесь уже идет вот такая роскошь, дорога, как, знаете, дорогое выдержанное вино или шампанское. Женя меня, не знаю, будет убивать за такие сравнения. Ну, вот это вот дорого, стильно, эффектно. Бизнес-леди. Согласны? Угу. Ну, и я, моя персона поставила, потому что у меня много разных образов, посмотрите. Вот эти белые волосы, которые были у меня два года назад, они мне просто жутко надоели, я обрезала. Стала вот эта зеленая фотография, там, где вот это вот перья, более такой, ну, не знаю, стильный что ли образ. И потом я перекрасилась, отрастила свои собственные волосы, зимой, этой зимой, обрезала все. Смотрите, что получилось. Вот это вот тоже, мы были на форуме, на тренинге Пинтосевича с Ниночкой. Школа начинается, Марис, 1 августа. И вот эта вот стрижка, которая я поняла, что это просто, это обычно, это серо, это никак. Ну, вот просто такая, стою себе и все. Ну, это не то, понимаете. И мне пришлось опять перекраситься, потому что я понимаю, что с белыми более эффектно. Эффектнее на камеру, эффектнее на фотографиях. Тут обычно, тут подходит для сферы деятельности, на госработе, да, учительницы, там, банки, бухгалтера, вот такие профессии, на которых, ну, не выделяешься, и тебе и не надо, собственно. А тут на нас идут команды, лидеры. Я понимаю, что, ну, да, это труд, это постоянно подкрашивание корней, это постоянно вот этот вот уход, уход, уход. Но это, я выбрала такую работу, мне здесь классно, и надо соответствовать. Поэтому тут просто не обсуждается. Тут реально серенькая мышка, я абсолютно с вами согласна. И я перекрасилась, я, вернее, отрастила свои, я чувствую, мне некомфортно. Вот там внутри, вот это так, вот этот ураган, и знания, и эмоции, и энергии, и веселости вот этой, знаете, ну, то есть, я уже не могу сливаться с толпой, мне плохо, я чувствую себя вот какой-то вот так вот, загнали меня, я начинаю болеть, мне плохо, 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 и понимаете, и все, и думаю, так, нет, будем опять перекрашиваться. Поэтому вы должны это делать. Хотите вы, не хотите, но вы выбрали такую профессию, вы выбрали публичность, вы выбрали вот это, да, публичность, на вас идут команды, вы будущие директора. Поэтому это тоже работа. Боюсь, не бойтесь, мы посмотрим, что вам идет больше всего. И шлейф парфюма, который станет последним штрихом законченного образа, подчеркнет ваше настроение, усилит энергию достижения, или наоборот, придаст романтики, легкости. Аромат, это не к счастью, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Ароматы, это единственное, что не может воссоздать память, но в то же время запахи навевают самое сильное воспоминание. Вы услышали любимый аромат, у вас сразу подсознание срабатывает на те моменты жизни, которые вы прожили с этим ароматом. Это действительно, есть аромат детства, есть аромат моря, есть аромат воды, и фонтана. Вы приходите куда-то на место, где бьет фонтан, и у вас ассоциация с морем. Я там гуляла, я то помню, там мгновение романтики. Ароматы парфюма тоже точно так же. Если вы находите ваш любимый аромат, вы с ним сживаетесь, это дает вам внутренний такой настрой. Мэрилин Ван Ро говорила, что ее спрашивали, а что вы одеваете на ночь? Она говорит, на ночь я одеваю несколько капелек по-по-шанель. Поэтому духи, это главное, это автограф личности. Духи, это точка над и в ухоженной внешности, элегантном или модном облике, так как с ним красота облетает летучесть, и вы чувствуете тоже свое настроение. Духи, как и любовь, неуловимы. Их можно долго выбирать, тщательно выбирать, можно просто влюбиться. Можно долго и усердно работать в нашем проекте. заводить тысячу страниц, работать, как говорят лидеры, копировать все. А можно просто влюбиться. У нас очень многие директора влюблены в этот проект, и работа – это любовь. Кто влюблен? Кто влюблен в проект «Моя карьера онлайн»? Расскажите, пожалуйста. Пока вы не влюбитесь, у вас идет просто деятельность, просто какая-то, не знаю, механическая где-то. А, класс! Точно так же в проекте мы должны любить нашу косметику. Пока я не полюбила нашу косметику, я не могла рекрутировать. Я вам скажу честно. Ну, я особенный персонаж в этой области. Есть люди, которые без знания о продукции рекрутируют, я реально им завидую, потому что я так не могу. Мне надо влюбиться, мне надо житься, мне надо подобрать идеальный уход, и потом я могу сюда приглашать людей вообще вот так с распростертыми объятиями. Когда я не знакома на тысячу процентов с продукцией, мне трудно. Ну, это еще с предыдущего бизнеса мои заморочки. Ну, персонаж, да, у меня тут много чего такого. И духи точно так же. Мы с вами подберем аромат по темпераменту, по вашему типажу. Это будут уже занятия, наверное, восьмое-девятое, туда уже, когда мы уже разберемся с макияжами и сделаем стилистические образы цельные, и вы себя... Да, будет запись, монтаж. Вы себя найдете, вы себя сделаете. И подчеркнем уже капелькой партнёма, здесь уже будут вебинарчики немножко психологические. Здесь будут где-то энергия планет по вашему знаку зодиака. Как она работает? Она реально работает. Планеты нами не управляют, но они несут энергию. Как мы с вами обмениваемся энергией, как я сейчас вам несу свои эмоции, так и мы каждый день контактируем точно так же у нас во Вселенной. Поэтому мужчины, да, Наташенька, но мы будем смотреть по заявкам от мужчин. Если мужчины будут на вебинаре, значит, будут включены вебинары для мужчин. Если их не будет, то вебинары включены не будут, потому что нет смысла, что вы будете пересказывать вашим мужчинам. То есть если будут заявки для мужчин, обязательно. И по уходу за мужчинами, по уходу за мужчинами, по уходу за лицом для мужчин и, господи, и парфюм, конечно. Шучу. Хорошо. Да-да, приглашать, конечно приглашать. И я свяжу это все с психологией, свяжу где-то с энергией планет. Что такое зодиак? Зодиак – это темперамент. Если огненные, знаете, у нас холерики, огонь, огонь, огны, стрельцы и львы. Это холерики, пусть не в чистом типаже, смесь, например, с ангвиник-холерик, но тем не менее, это огонь, это энергия, это импульс, это желание жить полноценно, быстро, ярко. И это желание внутренне должен подчеркивать парфюм. Если это больше идет как человек поспокойнее, это вода, это земля, это флегматик плюс ангвиник, водные знаки, воздушные – это сангвиники, в чистом виде очень информативные, яркие, им никогда не должно быть скучно. Тоже мы подчеркнем это парфюмом в соответствии с вашим темпераментом. Зацикливаться на знаках зодиака я не буду, я вообще на них по жизни не зацикливаюсь, это тоже как инструмент в помощь. И нет женщин, не любящих духи. Есть женщины, не нашедшие свой запах. Вот это действительно правда. Поэтому вы найдете свои любимые ароматы, мы послушаем пробники, мы сделаем тоже анализ. И был у нас вебинар с вами давненько, правда, когда я делала анализ ароматов, компоненты, что входит, как влияет на наше настроение мускус, как влияет имбирь, как влияет корица, гвоздика, как влияет роза, какие интуитивные настроения несут ароматы. Тоже я вам расскажу эти секреты, как можно поднимать и управлять своим настроением, где-то повысить, где-то успокоить. Афродизиаки, как они действуют, в каких парфюмах они есть. Поэтому тоже будет очень развернутая тема, будет вам интересно, вы опять-таки будете в этом разбираться, станете профессионалами своей продукции. И девочки, это же усилит колоссальный рост товарооборота. Вы же представляете, если есть эти знания, если люди подберут для себя идеально подходящий им уход, макияж и все остальное, это реально товарооборот, который не спадет никогда. Ваниль. И вы будете пользоваться, уметь, когда это пригодится. Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая всех взглядов. Как она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим меркам она может считаться вполне уродливой, но несмотря на это в ее фигуре, в ее поведении, жестах есть что-то, что составляет стиль. И это очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения, а принадлежит самому ее существу. Очень многие из нас женщины не раскрыты. У них внутри вот этот богатый внутренний мир, а раскрыть быть не позволяет, деньги не позволяют, что-то не позволяет. И мы это все, что у вас внутри, вытащим наружу и раскроем вообще очень полноценно. Если вы раскрыты, надо помнить такими штришками маленькими. И смотрите еще, девчонки, среди вашего окружения мальчики тоже, вот сейчас за мужчиной точно мне скажут, что я права на 100%. Есть такие женщины, которые посмотришь и обнять и плакать есть такое выражение, да, еще там без слез не глянешь, такие не очень красивые выражения, но мы их употребляем, это жизнь, и думаешь, боже мой, но она же никакая. Мужчины как наметки великой. Все, она никогда не бывает одна. Она себя так ведет, что за ней хочется ухаживать, что ей хочется дарить, что ей хочется дарить и внимание, и какие-то подарки уже такие существенные, что ее хочется охранять, оберегать, или наоборот, ей хочется восхищаться, как это она делает, но она же никакая. И даже если она в каком-то халате или в каком-то спортивном костюме или там еще что-то, это не имеет значения, мужчины все равно видны. Есть в вашем окружении такие подруги, мужчины, есть в вашем окружении такие женщины, которые тянет, манит, притягивает, и ты вот боишься реально оставлять ее наедине с вашим избранником. Да, Ноночка, вообще золотые слова, потому что мужчины идут не на внешность, а на энергию, правильно? Конечно. И вот эта энергетика женщины, вот это вот чувство неуправления, вот этими нотками, нету, да, в вашем окружении? Что-то вы притихли, это вообще так, ну, не знаю. Мужчины боятся писать, есть такие женщины, вы знаете, и вот эта суть природа женщины, шарм, обаяние, харизма, внутренние все, она может быть никакая, но вот эта притягательность, обаяние, оно просто распыляет, ага, есть, он улыбаетесь, есть, есть, стесняетесь, поэтому мы вытащим наружу вот эти проявления женщины. Это будут тоже такие милые женские штучки, где-то энергетические практики, они не страшны, это не магия, боже упаси, и даже не думайте такого-нибудь чувства, меня этим не занимаюсь, магия, это манипуляция человеческими жизнями, судьбами, это категорически запрещается, естественно, поэтому это просто тоже инструменты для вашего перевоплощения. Есть такие подружки, вы застеснялись, и так, девчонки, мальчишки, внимание, с 1 августа можно, можно, они тогда лучше будут принимать женщин, они лучше узнают женщин, если вебинары мы с Надей там почувствуем, что они должны быть закрыты для мужчин, мы просто не пустим мужчин на какой-то один вебинар, поэтому надо. если там тема, которая для мужчин чужда будет, например, они могут просто ее не посетить, это не значит, что мужчины, например, будут ходить от первого вебинара до последнего вебинара, нет, мы просто пригласим параселки на какой-то их вебинар, будут мужчины, мы подкорректируем под них, не переживайте, если какие-то для них секреты, мы туда не пустим, будет пресс-контроль. Да, капец, подкрался незаметно, но виден был издалека, мы уже давно планировали эту школу, с 1 августа проект «Моя карьера онлайн» запускает закрытые потоки школы красоты «The One». Подарок от директоров проектов «Моя карьера онлайн» и «Экспресс-карьера». Занятия бесплатные, точно так же, как в нашем проекте бесплатное обучение, точно так же, как это проходило в «Велнес» и проходит сейчас, поэтому тут не пугайтесь, все то же самое. Условия «Участия» Конечно, они тоже есть небольшие, очень-очень лояльные, ой, вы рады, да, я рада, что вы рады. Очень лояльные условия, точно так же, как в «Велнес», участие в «Велнес» это приобретение ежекаталожного продукта «Велнес» для своего здоровья, все. Тут то же самое, ежекаталожное приобретение продукции минимум на 20 баллов, это тот минимум, который, ну, просто даст уважение просто к вашим директорам, потому что, ну, там, если вы купили тушь или мыло в Эрифлейм, и ходим на занятия, то это как-то не очень, ну, не знаю, то есть пользоваться на шару, да, где-то, поэтому тут очень слояльно, например, в первом месяце вы покупаете что-то просто по уходу за собой, это пенка для умывания, тоник, крем, все, это один месяц, например, кому-то достаточно, кто-то только пришел в проект, хорошо, отлично, следующий месяц вы покупаете после вебинаров что-то из декоративной косметики, скидок всегда очень много, они классные, они потрясающие, это помада, лак для ногтей, тушь, все, это тоже за один каталог, лаки супер, у нас все супер, девчонки, вы знаете, это тут даже нет слов, нам уже на 150, да, нам уже тоже на 150 маловато, но люди, которые пришли в проект, мы не хотим делать ограничения, мы не хотим делать по 50 баллов даже, вчера мы с Ниной обсуждали, и Нина пришла к такому выводу, что 20 баллов, это, ну, подарок, это подарок, это обучение, это рост ваших структур, это знание, это профессионализм, мы должны выращивать наших профессионалов, еще есть такая фраза, не помню, кто говорил, но кто-то из великих бизнесменов, у которых бизнес на земле, или автомобильный, или что-то такое, не переманивайте топов из других компаний, выращивайте топов с тами, выращивайте топов с нуля, делайте людей профессионалами, и вот цель нашего проекта, Нины проекта, экспресс карьеры Анинова, то есть это делать людей профессионалами, с нуля вырастить человека топом, то есть это бесплатное занятие, правда, это идеальное высказывание, тоже оно должно быть у нас, оно к нам подходит идеально, мы у себя родных, не переманенных людей выращиваем топов, и они становятся профессионалами, поэтому школа профессиональная. Так, да, ну, конечно, правильно, и, например, третий месяц, да, третий каталог, четвертый каталог, четыре каталога, три месяца, это что-то для себя любимый, уход взяли, косметику взяли, и, например, парфюм, который вам идеально подойдет, усилит настроение, желание работать, либо, наоборот, романтику, все по желанию, но 20 баллов это вот для вашего пользования и девочки, это же сумасшедший товарооборот, понимаете, вы это понимаете, это даже должно быть круче, чем волнас по товарообороту, это я вам честно говорю, по таким уже не хочется просто загадывать наперед, строить планы, пусть оно вот как идет, так идет, но в перспективе оно должно дать колоссальное товарообороту. И, внимание, отправить заявку на участие своему директору до 25 июля. Фамилия, имя, отчество, страна, номер консультанта, электронная почта, скрин заказа минимум на 20 баллов. Теме письма, заявка на участие в школе красоты «Дзюван». Почему до 25, потому что ориентировочно с 1 августа мы запускаем уже «Школу красоты» и с 25 по 1, там пойдет годное занятие первое, соберем заявочки, будет рассылочка для того, чтобы их группу принести. Группа будет ВКонтакте, закрытая, точно так же, как Веллнес. Да, первый заказ на любую сумму, да, Нин? Первый активационный заказ на любую сумму, а участие в школе уже 20 баллов. Так я поняла? Или первый заказ, да, все, тогда не путаю. Скрин оплаты, вот, поэтому условия очень-очень лояльные. Понятно, да? До 25 июля у вас месяц. Дальше. Так, за школу красоты, все понятно? Будет бомба, я вам гарантирую. Вы выйдете обновленными с кучей фотографий до и после, и это будут ваши портфолио. Портфолио «Моя карьера онлайн», «Экспресс-карьера». То есть, директоров будет участвовать в проекте Нины точно так же. Понятно. Отлично. Теперь конкурс. Мисс или миссис, также мистер лето 2015. Образ пляжный. Купальники, шляпы, очки, парео, аксессуары, шарфы, сумки. Есть где развернуться оригинальному неповторимому вкусу. Записаться как? Еще раз записаться как? Давайте вернусь. Если вы только в проекте, первый раз на вебинаре, вы делаете заказ на любую сумму для того, чтобы вас не вывели из компании Reflame из проекта в течение года. Вы продляете свой номер первым заказом на год. И отсылаете скрин заказа вашему директору. Если вы в проекте уже давненько, то можно сделать сразу заказ на 20 баллов, можно делать эти заказы в течение начала школы. Тут уже ничего не ограничивается. И отправляем заявку на участие своему директору до 25 июля. Фамилия, имя, отчество, страна, номер консультанта, электронная почта, скрин заказа, если вы только в проект попали вчера, позавчера, на любую сумму. Если нет, то можно на 20 баллов, как хотите. В теме письма заявка на участие в школе красоты в Иван. То есть заявку на почту своему директору. Да, можно первый заказ на 20 баллов и вуаля. Но вуаля это не в смысле вообще вуаля. 20 баллов ежекаталож. Ну, не 20 баллов на все три каталога. А 20 баллов ежекаталож. Готовы? Думаю, да, это не проблема вообще. Ну, да, вы в школе. Ну, я, Наташа, я поняла, но я уточнила все равно, потому что вопросы разные, люди разные. Так, конкурс. Пошли вопросы за конкурс, что... Я не могу выйти на пляж, у меня дожди, мы не едем на море, куча проблем всяких разных, девочки. Это не обязательно должен быть фон пляжа, должен быть фон речки, фон озера. Нет, это образ ваш стилистический. Это могут быть шорты, это какой-то бесшабашный, легкий, классный образ. Это не обязательно море на фоне. Нет, это ваш стиль. Сейчас расскажу за возраст. Поэтому ваш креатив, это вееры, это различные ногти. Вы можете сделать маникюр и сделать какой-то себе вот такой вот образ. Например, я уже тут сижу, сочиняю, фантазирую. Разные лаки, разные варианты. Все, что угодно. Фантазия до бесконечности. Ну, это не дети, но сейчас я расскажу по возрастным категориям. Это парео, это шорты, это майки, это сумки Арифлейм, серьги Арифлейм. Мы делаем акцент сейчас на аксессуарах. У нас никогда не было конкурса на аксессуарах акцент. Это, ну, бесконечная вообще фантазия аксессуаров. Они недорогие все. Это коралловые серьги Арифлейм. Сейчас в премьер идет колоссальная распродажа аксессуаров. Пожалуйста, премьер начинается с этого дня. И коралловые, и красные, и там золотистые. Все, что угодно. Что у нас, шляпы, веер, сумки, все вот эти вот вещи. Поэтому не теряйтесь. И цель создать настроение, создать образ. Легкий, летний, веселый, романтичный. Сколько можно уже работать? Надо чуть поразвлекаться и получить приз в конкурсе. Правильно? Позировать. Да, позировать надо. Надо уметь, надо учиться. На вас смотрят ваши люди, ваши структуры. И вообще это приятно. Условия. Обязательно. Парео. Очки, сумки, шляпы, аксессуары из вашего магазина Арифлейм. Можно шорты, можно майки, футболки. Но вы должны чем-то, ну, вот какой-то оригинальностью отличиться. Сумка, шляпка, серьги, там, не знаю, все, что угодно. Понятно? Образы могут быть различные. Туники. Просто лицо в шляпе. Сделайте акцент на макияже, пожалуйста. Тоже никто вам ничего не запретит, не возражает. Можно шляпы, можно... Тоже начинаю повторяться. Так. Мальчики точно так же. Какой-то легкий образ. Или шляпа, или шорты, или сумки. Есть мужские аксессуары, их очень много. Какой-то тоже легкий романтичный образ, пожалуйста. Шесть номинаций. Первая девушки с 18 до 28 лет. Вторая с 29 до 42 лет. Третья 43-55 лет от 56. Мужчины возраст без ограничений по номинациям. И шестая номинация самый креативный образ. Как вы придумаете? Что-то такое прям сногсшибательное. Это номинация. Я вам очень советую это сделать, потому что вам будет с чем сравнить. Какая я была на конкурсе, как я себя чувствую, как я себя могу выразить, как мне нравится. Ваш вкус, да, креативный. Сделайте, пожалуйста. И потом, когда вы пройдете школу красоты, вы отследите, а что поменялось. Какая я была, вот мои фото в группе, моя карьера онлайн, у меня они остались. И что поменялось после чего-то. Или вообще ничего не поменялось. И вы наоборот, вот, я все знаю, мой идеальный образ, я молодец. Я, у меня идеальный вкус, врожденный или сделанный. Это же интересно, это же здорово. Ну, конечно, вы можете участвовать. Сейчас дальше расскажу дальнейшие заявки, когда присылать заявки. Так, Жанночка, времени еще много на самом деле. Поэтому я вам советую, отследите, отследите свой, ну, свой подход к тебе, как вы себя чувствуете. И потом мы еще, как бусинки, нанизим на ниточку, следующее ваше знание. И вы посмотрите, что изменилось. У каждой, девочки, нам же не только строить бизнес, понимаете. Ну, нет, ну, мы должны здесь жить, мы должны быть влюблены в этот проект, мы должны участвовать, мы должны общаться, мы, ну, мы должны это делать, это наша жизнь. Это моя жизнь, моя карьера онлайн, мой проект, мои финансы, мои деньги, мои путешествия, моя семья, моя любовь, ну, вы что, вы что, не любите свою работу? Не поверю, любите, я знаю, я тоже люблю. В каждой номинации три победителя. Сейчас, Жанночка, я за фото расскажу, две-три фото, там, на следующем слайде. Третье место, 150 гривен, 400 рублей, 7 долларов, все по текущему курсу. Если курс у нас через месяц бабахнет какой-то новый, что-то поменяется в стране, то все будет идти по текущему курсу. Это вот на сегодняшний день такая ситуация, я написала на слайде. Второе место, 250 гривен, 650 рублей, 12 долларов. Призы в каждой номинации, 6 номинаций. Призовой фонд от директора огромный, и он весь может остаться у директора, если заявок будет мало. Первое место, 400 гривен, 1000 рублей, 20 долларов. Это, ну, это немало. В номинации «Креатив» один победитель, 500 гривен, 1300 рублей, 24 доллара. Это, на самом деле, отличные подарки. Вам на радость косметики и всем остальным приобретением. Деньги идут на номер консультанта, перечисляются. Да? Как-то у вас мало радости? Почему-то заявки присылать на почту либо мне, либо Наде. Моя, LeraMouse2011, собака, яндекс.ру, моя. И Наде почта, school.ru, собака, mail.ru, надежды. Две-три фото вблизи, крупный план. Первое. Дали с пейзажем весь образ, чтобы было видно все детали, аксессуары. Но тоже, девчонки, мальчики, это не ограничено. Если вы сделаете два образа, например, там, крупным планом, делайте. Если вы сделаете несколько различных образов, один в крупным планом, второй вблизи, там, третий еще как-то, делайте. Две-три фото. Опять многовато, а две-три фотографии в самый раз. Для того, чтобы мы оценили с разных ракурсов и сделали вам эти подарки. До 4 июля времени еще... Нин, может, больше дать? Сейчас смотрю 28 число. Неделя. Может, две недели дать? Ну, скажи, что-то маловато. Давай. Так, календаря у меня нет с тобой. 4 плюс 7 будет 11. Давайте до 11 числа, до 11 июля присылать заявки. Еще у вас две недели для того, чтобы скреативить. Девочки, реально заявок мало. Конкурс может просто вот так раз и уйти никуда. Я вам советую сделать перед школой красоты, отследить себя, свои образы. Ну, давайте еще вам чуть-чуть расскажу. Смотрите, мы пришли на нашу землю, да, воплощать свои желания, воплощать свои мечты, свой потенциал раскрывать. Правда? Если мы отсиживаемся, если мы пришли в косметическую индустрию, в индустрию красоты, отсиживаемся, не делаем то, что мы должны делать, мы выполняем свои задачи, свои цели на 50%. Все остальное открывается, остается нераскрытым. Оно должно открыться, потому что у вас заявка на директора, на лидера, на золотого, на топтирового. И вы не имеете права не до конца раскрыть ваш внутренний потенциал. Понимаете? Понимаете, конкурсы, вот это вот, ну, как бы внутренние их значения, для того, чтобы вы вытащили это все из себя, забыли про стеснение, комплексы, там, еще там, какие-то вещи. То есть это, ну, оно тоже продумано. Это не просто развлекательный конкурс, там, какая я в разных позах. Нет. Презентацию в почту. Ну, да, думаю, можно, конечно, презентацию в почту. Вы разошлете по своим структурам. Думаю, да. Вот, поэтому не надо относиться к этому как-то вот так вот, несерьезно. Дальше. Пятого, ой, это 12 июля. Открываем голосование до 17, наверное. И неделю спустя, 17 или 18 июля, итоги конкурса с торжественными поздравления наших призеров-победителей. Поэтому пользуйтесь возможностью, играйтесь, влюбляйтесь, креативьте, фотографируйтесь. Это все очень здорово. Мы одна семья, один проект, и надо это делать. Так и не знали. До конца июля. До конца июля растянуть. Ой, Настя, я не знаю. Мы вон тянем-тянем, а толку мало. Когда у нас уже обычно так в практике, когда делаем какие-то там две недели, люди раз активизировались и сделали. Когда, да, там еще месяц, там я успею, и оно всегда так. Нет, не хочу. И пусть это будет вот такой вот образ, ну, без загара. Ай-яй-яй. Я еще тоже на море не была. Нет, девчонки, давайте на две недели, потому что конкурс тянется уже в течение двух-трех недель даже, а толку очень мало. Поэтому скорее нет. Не знаю, как скажет Нина, мое мнение нет. И помните, вы лучшие, участие обязательно для тех, кто лидер для своих команд, кто присоединился к нам в проекты. Это отличная возможность заявить о себе. Это ваши фото, вы же ими можете рекрутировать. Вы же под фото пишете описание о нашем проекте. Я выиграла в конкурсе Мисс Варри Флейм в моем проекте «Моя карьера онлайн». Это же инструменты для вашей работы. Это же не просто конкурс. Если же вот сейчас перейду на вебинар по бизнесу. И подписанное фото, что у нас классно, что это там то-то-то. Описание фото о работе ваших собственных. Так, дальше. Что-то с чатой у нас. До конца июля не будем. Да, автозагар, пожалуйста, солярий, автозагар. Речка у кого, все, что хотите. Можно без речки. Мы же не оцениваем загар, девочки. Мы оцениваем ваши стилистические и изыскки какие-то. Поддержка, признание ваших команд и всего проекта «Моя карьера онлайн». То есть, ну, думайте сами. Вчера Леночка написала мне тоже на почту, что пошли, сделали фото в перерыве между дождями. Ну, можно умудриться. Можно это даже сделать дома, если у вас красивый фон. Придумайте, сделайте. Если даже, не дай бог, вы писали бы в чате «Болеет ребенок». Девочки, еще две недели. Это не значит сделать сегодня, бросить больного ребенка. Нет, конечно. Ну, вот не ищите вот эти вот такие вот отмазочки какие-то. Не надо. Если приняли решение, надо это делать. На фотосессии. Да что у вас дожди, дожди. У нас дожди. Очень тоже холодный месяц. Все, девчонки, я с вами прощаюсь. Жду ваши заявки. Обязательно жду ваши заявки. Обратитесь к тому, кто вас пригласил в нашу сильнейшую команду интернет-проекта «Моя карьера онлайн». Если нет аксессуаров, это плоховато. Ну, если их совсем нет и вам вообще не планируете делать заказы, да, лучше сделать фотосессию, чем не делать вообще. Можно в фонтане. В самом. Если есть новички, кто еще не зарегистрирован в проект, пожалуйста, обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил на этот вебинар, для того, чтобы участвовать во всех наших сумасшедших идеях, креативных идеях, для того, чтобы шел хороший товарооборот, для того, чтобы мы становились профессионалами, для того, чтобы мы у нас выращивали топов, для того, чтобы мы были лучше, 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 лучше на всю компанию «Ариплей». Но уже лучше, но надо еще больше, еще круче. Поэтому вебинар будет с записей. Я жду ваши заявки и на «Школу красоты», и на конкурс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!